Природный катаклизм, произошедший совсем недавно в Дагестане, испугал всех жителей республики. Толчки магнитудой в 4,5 балла стали громом среди ясного неба для дагестанцев. В результате этого природного катаклизма 6 школ и 1 детский сад города Буйнакска получили повреждения. В некоторых квартирах Махачкалы попадала штукатурка и пошли трещины по стенам. Вы смотрите программу за скобками и виду ее я, Магомед Тагер Муртазалиев. Вице-премьер и министр образования Республики Дагестан Мупазиль Амарова посетила старейшее образовательное учреждение Буйнакска, гимназию номер 1 и школу номер 2, в которой организован пункт проведения ЕГЭ-2019. Делегация осмотрела поврежденные классы, находящиеся в числе аудиторий, задействованных для проведения государственных экзаменов. На стенах и потолках школьных помещений появились трещины, местами обвалилась штукатурка. К началу экзаменов в аудиториях проведут уборку и сделают косметический ремонт. По мнению Уму Пазиль Амаровой, повреждения, возникшие в результате землетрясения, угроз для срыва экзаменов не вызывают. Сами пункты проведения ЕГЭ готовы и подключены к видеонаблюдению. В воскресенье 26 мая председатель правительства Дагестана Артем Сдунов провел совещание Буйнакской школе номер 2, также задействованный для проведения ЕГЭ. По словам премьер-министра, все разрушения носят косметический характер. Однако, главная задача, которую надо решить в оперативном порядке, это подготовка школы к экзамену, который состоится после праздника у Розабера. Однако, остается открытым вопрос о том, готовы ли мы к тому, если землетрясение будет не 4 балла, а, к примеру, 7 или 8. Было бы неплохо осмотреть все аварийные выходы в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и здравоохранения, домах и общественных местах. Я не говорю про учения или гражданскую оборону, но хотя бы элементарную подготовительную работу провести не мешало бы. Нам много раз приводили пример, как реагируют на землетрясения японцы, и этим опытом нельзя пренебрегать. Очень важно подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам. Самой большой проблемой во время экстремальных ситуаций является паника. Кстати, именно она и стала причиной, по которой во время катастрофы сухой Суперджет-100 случилось так много жертв. Я, конечно, не специалист, но землетрясения очень редко бывают одноразовыми. Первые толчки уже свидетельствуют о том, что в отдельных районах толщи земли накопились огромные физические напряжения, которые и приводят к быстрым ударным волнам в земной коре. В Дагестане за последние годы уже были зафиксированы небольшие толчки, и игнорировать их, наверное, не стоило бы. Тем более, что землетрясения происходят на стыке тектонических плит. Как раз там, где находятся Махачкала, Буйнакск и вообще большая часть республики Дагестан. Нам всем остается надеяться лишь на то, что природа не преподнесет нам такой неприятный сюрприз. Вы смотрели программу «За скобками» и вёл её я, Магомед Тагир Муртазалиев. Всего хорошего, увидимся на следующей неделе, ведь нам всегда есть о чём поговорить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова